друзья всем привет сегодня поговорим об апскейлере для фотографий который работает из стейбл diffusion автоматик и называется он стейбл sr в качестве альтернативы стейбл sr существует еще внешнее приложение это времени и этот топаз гигапиксель качество апскейла стейбл sr выше чем времени и в топаз гигапиксель для работы с расширением стейбл sr вам понадобится видеокарта с объемом памяти не менее 6 гигабайт а полную мощь этого апскейлера вы почувствуете при 12 гигабайтах и выше чтобы установить и пользоваться стейбл sr нам нужно установить следующее расширение для этого перейдем в extension выберем его и лабил load from поиски введем стейбл sr и нажмем установить напротив расширение стейбл sr еще нам понадобится расширение тайл дифьюжен и стайл твое для этого в поиске введем слово тайл и установим вот это вот расширение дальше перейдем в инсталл и нажмем и play and restart you ай теперь в extension installed списке ваших установленных расширений вы можете найти стейбл сэр и перейти на страницу разработчика щелкнув по ссылке здесь есть инструкции по установке первые пункты мы выполнили теперь нам нужно выполнить вот это второй пункт нам нужно скачать модель 2.1 512 ema для этого нужно перейти по ссылке hugging face здесь выбрать files and versions и здесь мы можем найти модель 2.1 512 ema save tensors нажимаем скачать и модель будет скачена дальше как всегда помещать эту модель в models stable diffusion не обращайте внимание что у меня в подпапке base это не обязательно и у меня из кипяти потому что я и уставил уже давно лучше скачайте safe tensors но разницы между моделями сфтензорс и скипяти здесь не будет чисто сэвтензорс безопасно а из кипяти небезопасны дальше нам нужно будет скачать zip архив 1 2 гигабайта щелкаем по вот этой ссылке и скачиваем в любое место этот архив после того как вы скачали этот архив вы его раскрываете и вот этот файлик первый стейбл сэр вам нужно поместить ваш стейбл дефьюжн экстеншен стейбл в ба стейбл сэр это расширение стейбл сэр дальше перейти в models и положить его вот сюда и еще из этого архива нам понадобится файлик вае его нужно будет переместить ваш стейбл дефьюжн модулс вае и положить его рядом с вашими моделями вае еще у нас остается файлик cfw он нам не понадобится на своей странице автор написал что он удалил cfw декодер поскольку это приводит к ухудшению точности деталей и он попытается добавить это расширение качестве дополнительной опции позже на данный момент у нас стейбл сэр установлен и полностью готов к работе мы можем обскелить наши старые фотографии или какие-то фотореалистичные изображения которые изначально были низком расширении смотрите у нас допустим есть вот такая фотография которая имеет низкую детализацию но разрешение допустим этой фотографии может быть большое нашей задачей будет сначала поджать это изображение до каких-то приемлемых расширений допустим это может быть расширение 1280 или 1024 или 768 если детализация фотографии будет низкое расширение большое при поджимании изображения мы не увидим резкого падения детализации самого изображения и нам нужно как раз таки поймать тот размер изображения при котором детализация сильно не падает но размер изображения минимальный пропорции не обязательно должны быть квадратные могут быть 3 к 2 или 16 9 мы это делаем для того чтобы уменьшить время апскеала вашего изображения стейбл дифьюжен и повысить качество например вот это вот изображение было с размером 2000 на 2000 точек примерно где-то так и и когда я уменьшил до 768 на 768 я сильной потери детали не заметил если бы при таком размере детали бы потерялись то я бы его уменьшил до 1024 на 1024 и уже от такого размера бы делал апскеал соответственно время апскеала бы увеличилось в разы теперь мы переходим в автоматик на вкладку имидж-то имидж перекидываем сюда наши уменьшенные изображения теперь нам следует выбрать модель 2.1 512 ема который мы скачали и выбрать вае модель в куган сейф в качестве сэмплера выберем уйлер эй и выставим 30 шагов размер 512 на 512 сейф джи скейл 4 denosing strength 075 выберем скрипт стейбл эсэр выберем для него модель которую мы скачали и поместили в стейбл эсэр она здесь одна скейл фактор для начала выберем 2 остальные параметры оставим по умолчанию теперь перейдем на вкладку тайл диффьюжен и включим его и не был тайл диффьюжен метод выберем микстуров диффьюжен и установим параметры латент тайл white от 4 от 64 латент тайл оверлэп 32 и латент тайл дэч сайс 8 апскейлер здесь включать не надо и соответственно скейл фактор ни на что не влияет но и с инвершин мы включать не будем качество с ним будет ухудшаться дальше я покажу сравнение и перейдем на вкладку тайл 2 здесь мы тоже включаем тайл 2 и теперь смотрите если у вас видео памяти 24 гигабайт вы можете выставить вот такие параметры если у вас видео памяти 6 гигабайт автор заявляет что при вот таких параметрах у вас должно все работать у меня 12 гигабайт видео памяти я использую вот такие вот параметры 1400 на 128 параметр декодер сильно влияет на видео памяти его оставил 128 в общем-то все эти параметры есть на странице разработчику и здесь он как раз таки прописывает что для 6 гигабайт айл 2 и следует выставить 1024 а декода 128 остальные вот эти параметры остаются одинаковыми все теперь мы можем сгенерировать изображение и сравним наше полученное изображение с оригиналом слева оригинал справа с нашими текущими настройками это же из выражение хорошо про обскеленные волосы текстура на глазах на коже на губах даже вуаль приобрела какую текстуру очень неплохо про обскеленные пальцы и платья в общем-то детализация изображения действительно улучшилась теперь давайте сравним наше изображение с обскелом времени это одинарный обскел а это двойной обскел при двойном обскеле немножко улучшилось изображение лица девушки поэтому возьмем для сравнения его теперь слева на стейбл ср этап скейл мы сейчас сделали в автоматике и справа у нас времени при двойном обскеле стейбл ср здесь на порядок выигрывает обскел здесь намного качественнее а теперь давайте сравним как влияет скейл фактор который мы задавали стейбл ср 2-кратный и 3-кратный слева у нас 2-кратный обскел стебл ср справа 3-кратный давайте начнем приближать и при приближении видно что 3-кратный еще лучше чем 2-кратный здесь еще больше текстура на коже текстура на губах еще лучше про обскеле на волосы на как вы заметили пронт на здесь никакой не вводили и вводить его здесь не надо давайте теперь сравним как влияет си джи скел на результат слева у нас си джи скел 1 справа си джи скел 2 при си джи скел 1 мы потеряли в текстуре кожи но в то же время волосы стали более контрастными и платье про обскелилась лучше си джи скел 2 текстуру кожи более-менее нормальная а теперь слева я добавил изображение си джи скел 4 и здесь текстура кожи еще лучше чем си джи скел 2 поэтому изначально вам давал параметр си джи скел 4 автор же рекомендует использовать си джи скел 2 и менее и количество шагов которые он рекомендует использовать более 20 я же все-таки пришел к выводу что си джи скелом можно варьировать от пяти до полтора для получения более хорошего результата в зависимости от изображения сэмплинг метод улер а самая оптимальная для этого апскеллер сэмплинг степсами можно варьировать от 20 до 40 я выбрал середину 30 и результаты на нем оптимальный denosing strength который стоит по умолчанию 0.75 на мой взгляд тоже оптимален метод mixture of diffusion работает лучше чем multi diffusion и с остальными вот этими четырьмя параметрами я тоже доверился автору не стал экспериментировать потому что автор на своей странице пишет что он много уже экспериментировал и вот эти параметры оптимальны если у вас не 24 гигабайта видеопамяти то оптимально будет поставить decoder tile 128 а вот параметр encoder tile size следует уменьшать до тех пор пока у вас не исчезнет ошибка нехватки памяти и вы получите максимальное качество при возможностях вашей видеокарты у меня размер тайла при 12 гигабайтах вот такое но можно немножко экспериментировать и даже поставить чуть повыше pure noise это чистый шум автор его не советует выключать если вы его выключаете то он советует поднять denosing strength до единиц слева вариант с выключенным pure noise а теперь вариант с выключенным pure noise но denosing strength единицей сравнению с вариантом который я изначально предлагал этот вариант по деталям проигрывает особенно по деталям кожи и параметр color fix отвечает за обработку цветов по умолчанию стоит wave led и автор заявляет что это оптимальный вариант слева у нас вариант color fix adln а справа wave led слева вариант более контрастный более сочный более насыщенный но недостатком здесь является то что мы в темных участках теряем детали по сути дела более сочным и более контрастным изображением можем сделать потом в любом редакторе а вот детали восстановить нам уже потом не получится теперь вариант с color fix non то есть с отключенным color fix и здесь изображение еще темнее но если заметить то в темных участках мы здесь потеряли детали меньше чем в adln который был до этого и все таки здесь я рекомендую остановиться на wave led как рекомендует автор давайте теперь вернемся к степс количество шагов и слева у нас количество шагов 50 а справа 30 остальные все параметры одинаковые при 50 шагах качество повысилось но не очень сильно а время генерации повысилось два раза почти теперь вернемся к параметру denoising strength справа у нас denoising strength 0.75 а слева 0.5 и все-таки при denoising strength 0.75 изображение более детализировано теперь мы вернемся к параметру noise inversion и здесь разработчик рекомендует при включенном enable noise inversion выбирать denoising strength менее 0.6 сейчас я его просто включаю больше здесь ничего не кручу и слева у нас включенный noise inversion и denoising strength 0.5 а справа noise inversion и denoising strength 0.75 при denoising strength 0.5 изображение чуть-чуть получше чем при 0.75 но тем не менее включение noise inversion портит изображение начальными нашими параметрами это изображение было лучше теперь для следующего изображения я включу retouch на 50 и denoising strength 0.5 справа изображение с включенным retouch а слева без включенного retouch denoising strength везде одинаковый 0.5 с retouch 50 детализация улучшается но все равно noise inversion портит фотографию так вот изображение выглядит с начальными настройками которые я рекомендовал а вот так вот с retouch давайте еще раз пробежимся по параметрам которые лучше всего устанавливать первое это модель 21512 яма вае вэкуган сэмплинг метод улер эй сэмплинг степс 30 но можно повышать и до 50 сев же скел оптимальный 4 но можно менять от полутора до шести и но зинг стрэнкс 0.75 тайл дефьюжн включенный микс еще дефьюжн параметра латент тайл white white латент тайл оверлэп и латент тайл бач сайз скиллер отключен noise inversion отключен тайл твое включен параметра энкодер тайл сайз выбираем максимальный который вы можете установить до ошибки видеопамяти и декодер тайл сайз 128 а у тех у кого 24 гигабайта видеопамяти 256 стейбл сэр включен модель выбрана скейл фактор 2 или 3 color fix в флэт верной с включенный еще хочу добавить что есть такой параметр но из мультиплеер если у вас этой функции нет то посмотрите фича android у меня на канале там сказано как это все включить его можно тоже в менять от единицы до 1.1 а некоторых изображениях noise multiplayer 1.1 или 105 еще увеличивает детализацию изображений вот вам еще пример апскейла изображения слева оригинал справа 2-кратный апскейл изображение стейбл ср еще один пример слева оригинал справа 2-кратные апскейл изображения стейбл ср если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал заходите в нашу группу телеграм и вк а на этом всем хорошей генерации всем удачи всем пока Продолжение следует...